добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто вика и оператор и сегодня у нас с вами снова новиночка я так подустала плести большие букеты среди которых были георгинные физалис и барбарис все работы авторские если вы помните да что я решила пока временно перейти на миниатюрке вот такие вот чудесные подснежники на камне в снегу у меня получились делать их быстро просто и если вам нужен мастер-класс пожалуйста обязательно напишите в комментариях очень хорошо на подарок 8 марта да просто чудесно вот я покручу получилось как будто это у меня такой сугроб снежный да и и я и дочурка сошлись в одном мнении что как будто бы такой вулкан снежный оператору очень понравилось и она сказала оставляем однозначно земля просвечивает да высота по самому высокому листику всего девять с половиной сантиметров ну а сейчас как стал традиции я немножечко расскажу вам о подснежники подснежник или по-другому называется галантус среди первоцветов самым красивым считают амарилисовый подснежник белые бутончики появляются на длинных ножках в марте не боятся морозов но из-за массового сбора они уже находятся на грани исчезновения в дикой природе к сожалению также многие виды подснежников разводят для украшения садов и парковых зон галантус либо подснежник или молочный цветок это луковичное растение и семейство чтобы выдумывали амарилисовых насчитывается более 20 видов растения и большинство растет в начале весны а хочется сказать о мифах и легендах о подснежнике по библейскому преданию появлению подснежников причастна его вот здесь оператор сидит да они были с адамом изгнаны из рая зимой его по этому поводу сокрушалась оглядывая снежные просторы несколько снежинок чтобы приободрить путников и заявить о скорой весне превратились белые цветы подснежники в европейской культуре считают сил символом возрождения у французов немцев голландус называется снежным колокольчиком название не случайно нежный бутон напоминает его по форме англичане называют подснежник снежной капелькой и цветы также вдохновляют и вдохновляли писателей поэтов и художников но и также всем известно сказка 12 месяцев самуила маршака об европейских сказаниях чаще говорится об их возникновения и жемчужных бусин или зубов дракона так что я думаю вот я вам сколько всего понарассказала да и также хочется сказать что подснежник находится под защитой в красной книге многие виды первоцветов внесены в красную книгу в том числе и галантус то есть подснежник и места произрастания цветов на территории россии в прошлом веке получили статус заказников или заповедников чтобы цветы естественным образом размножались как я уже сказала известно около 20 видов подснежников но для декоративного оформления участков используют половину среди них и альпийские и белоснежные и борткевича ну и так далее в красную книгу занесены потому что их уничтожают да 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 в дикой природе да именно вот так да ну и есть еще вот мне понравился и корейский он в диких условиях встречается только в греции очень неприхотлив грунт и поэтому отлично культивируется но он отличает очень тусклой окраской листьев зеленым пятнышком на внутренних лепестках кстати очень много как раз то внутренних лепесточков имеет вот это вот эти вот зеленые пятнышки у подснежника 6 лепесточков 3 внутреннего яруса маленькие и 3 внешнего а так по виду действительно похоже на колокольчик а вот этот бутончик и правда похож на снежную капельку как я уже сказала работа миниатюрная вот у меня на руке пожалуйста все кто хочет создать вот такую красоту просто к наступлению весны либо подарок на 8 марта пишите в комментариях нужен ли вам мастер-класс напоминаю что вы находитесь на канале кошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисероплетение запятая мк что означает мастер-класс еще раз оператор вам покажет давайте я уже возьму непосредственно камеру и на этом будем заканчивать наш анонс потому что он уже пять с половиной минут ну что ж пожалуйста подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии и задавайте вопросы ну а на этом все всем пока пока до новых встреч пока